Сергей Николаевич, а Вы сами-то за прямые выборы мэра планируете в этом созыве вернуться к этому вопросу обсуждать или нет? Вы знаете, мы этот вопрос выносим, но вы знаете, если исходить, будем так говорить, что то решение, которое мы можем принять, оно будет вступать в действие только в 2025 году. Впереди еще 5 лет работы, поэтому я считаю, что пока спешить, знаете, за 5 лет знаете, сколько воды утечет, поэтому я считаю, это чисто такое популистское решение, для того, что впереди у нас выборы депутатов законодательного собрания Красноярского края, впереди у нас выборы в Государственную думу, поэтому сейчас каждый старается на чем-то пропиариться, как-то себя проявить. Ну, время покажет, кто из нас прав, но считаю, сейчас преждевременно эту тему будоражить. Так а Ваша позиция, четко ее обозначили? Вы за прямые выборы? Я не за прямые выборы. Объясню, почему. Понимаете, я давно в политике. Я понимаю и знаю примерно, как можно вести выборную кампанию, что нужно говорить жителям, для того, чтобы они тебе поверили, для того, чтобы они за тобой пошли. Но, к сожалению, мы не до конца понимаем, что за популизмом должны стоять реальные дела, реальные поступки, реальный человек. И то, что у нас сейчас есть, я считаю, что я помню хорошо, когда начинали с королевыми властями решать какие-то проблемы, проблемы были с градоначальными, говорят, ну вы же сами его выбрали, поэтому там сами разбирайтесь. А здесь, вот в нынешней ситуации, край берет на себя тоже часть ответственности за того человека, который там потом выйдет на сессию городского совета. И следующий момент, что для того, чтобы там, будем так говорить, отлучить главу города от власти, процедура очень длинная. То есть, там, если почитать, два года ему нужно поставить оценку неуд, а город-то должен жить, или территория должна жить. Поэтому, вот в этой ситуации губернатор имеет полномочия отстранить главу города от власти. Я считаю, это тоже неплохо, а так можно, понимаете, пять лет просидеть помаленечку и все, ждать, когда там поставите один год оценку неуд, следующий год может не поставить. Поэтому, вот, и считаю, что с этой точки зрения, конкурсная комиссия, это хорошо, когда и специалисты, и край на эту сторону смотрят и оценивают возможности человека там, для того, чтобы ему доверить власть в городе. Спасибо.